И снова здравствуйте! С вами новости на Светлой Стране. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал донатами. А также подписывайтесь на другие социальные сети. Все ссылки по одному QR-коду. Благодарю вас за поддержку. А теперь поехали! Итоги правления Владимира Зеленского. Сразу сенсация! Козел отпущения англосаксов, олимпийский чемпион в дисциплине в руках всасываю. В последние дни законного пребывания у власти вдруг в интервью CBS, сидя на стуле среди строительного мусора, сообщил, что он может проиграть русским. Да, конечно, мы потеряем. Не один день. Конечно, мы потеряем наши территории. Что? Зрада? Не такого финала ждал весь цивилизованный мир от человека года с обложки Тайм. Совсем недавно, мы же помним, кружащийся в кресле, веселый кокосик, обещал всех победить. Обожаемость. И всех переможем. Мы переможем, порошок мне в ноздри. Кружаясь он, кружил нам головы. Скорой победой над вечно бухающей тьмой тиранией ватных орков, которые и гвозди-то делать не умеют. И вот теперь чудик, обещавший границы 91-го года и освобождение Воронежа и Ростова, больше не играет в веселые карусельки на порошковом приводе. А сиротливо сидит среди результата своей политики. Хаос и горы кирпичей. Какая невероятная эволюция в настроении пана атамана Каруселькина при результате потерь всего в 31 тысячу за более чем два года полномасштабной войны. Метаморфоза станет еще более удивительной, когда мы сравним два видео. Первое записано на два месяца раньше второго. Первое. Российская Федерация предлагает демократическому миру признать свое поражение и таким образом признать выигрыш России и сохранить Российскую Федерацию в том виде, в котором она существует. Зафиксировали? Этот врать не будет. Россия сама предлагает признать свое поражение. Второе. Обратите внимание на глаза. Полное отчаяние после того, как ведущий задает Каруселькину свой вопрос. Дякую ему. Заметили? Так выглядят глаза человека, заглянувшего в бездну обреченности. Как только образ Недачи Гевары засбоил и в звездно-полосатом хозяйском доме тормознули выделение подаяния независимой, очень смешно нынки, нашим глазам явилась новая амплуа неряшливого актерского дарования, призванная срочно поправить финансовые дела. Ну, так бывает. Чи гроши, ци гроши, знаете, вывозили гроши, вони вывезли гроши. И всі ці гроші, вони залишились в Європі. Всі гроші, як гроші наші виїжджали, гроші залишались більшість цих грошей. Встречайте новый образ атамана, голодаючий по Волжье, подайте Христораде, сами мы не местные. Уже прогресс каденции, точнее цикл. Из грязи в князи и, не задержавшись надолго, из князей в грязи. И снова каруселька, стабильность, признак мастерства. За пять лет правления, закончившихся в ночь на 1 апреля, это явный успех, о котором я должна сказать ради объективности. В этом слезливом интервью CBS, будь оно украинское, точно бы выразили одно пикантное место, разрушающее еще один миф о том, что карлик белый нос – это гордость украинского народа, потому что он хорошо знает английский. Похоже, что знает, но на троечку. Сначала обратить внимание на глаза Зеленского и его реакцию после вопроса ведущего, а затем, что он станет делать. Часть там, где стоящие за спиной журналисты переводят вопрос, все-таки вырезали. Этот эпизод – одна из тысяч петелек, из которых сплетено полотно грандиозного обмана нашей эпохи. Юморист, он точно так себе. Про его отбитое, бедлячное чувство юмора я высказывалась неоднократно. Но вот что у него действительно на высшем профессиональном уровне, мастер шестого разряда, так это склонность врать. Его вранье такого масштаба, что вывело из себя даже такого экстремиста-русофоба и националиста, как Бутусова, главного редактора Цензернет и бывшего советника министра обороны. Он написал, что украинские чиновники врали, что строили линии обороны. На Ахдеевском направлении нет даже второй линии. Обращаясь в первую очередь к Зеленскому, он криком кричит на сине-желтого генералиссимуса. Вы не имеете права сидеть в теплых комнатах, вы должны наблюдать, как решается кризис, созданный вашими решениями и отсутствием ваших решений. Еще. Зеленский солгал об обеспечении армии дронами. Создается впечатление, что общество успокаивает заявлениями, а деньги раскладывают по карманам, а за результат передачи дронов бригады не отвечает никто. И начальник услышал вопль жаждущего. Решение есть, оно уже воплощается. Зеленая каруселька на нем рассказывает так, что в психологии называется проекция. Это когда свои порочные, срамные, чаяния и действия приписываются другому человеку. В данном случае, конечно, Путину. Но приписываемое точнейшим образом описывает то, что происходит в 404-й. Ему нужно больше мобилизовать людей перед травнем или червнем. Это, что я вам сказал, контрнаступальных действий. Он понимает, что у него мобилизация провалена. Он понимает, что мобилизовать, кроме зеков, он никого не может. Ему нужны постоянные, соответствующие действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лучше, чем делает это сам пан Атаман мобилизовать общество против Украины, пожалуй, мало кому посильно. Я сказала, мало кому? Извините, конечно, никому. Парень настолько успешен в своем природном ударе, что своим размахом даже пугает американских хозяев, которые обращаются к своему Каруселькину через политику. Цитирую начальника парка аттракционов, он же представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин. Судя по всему, иногда украинское правительство отказывается от той свободы информации, которая для нас нормальна. Кой же ответ, какая домашняя заготовка на такой вызов для участников конкурса капитанов? А никто и не сомневался. Еще цитаты этих буратин, которые платят за это шепито деньги своих налогоплательщиков. В Киеве ограничили репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают усиление роли государственного вещания на том основании, что эти ограничения служат для подавления российских компаний дезинформации. А давайте, чтобы не портить и без того поганое настроение зеленой маячни, присоединимся к нему в подавлении российской компании дезинформации. И в поисках честной информации как всегда припадем к западным святым информационным источникам. Ух, трепещи Кремль, ну держись, Путин! Британский стендарт. Цитирую. У западных союзников Киева растет понимание, что Украина проигрывает Россию в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением войска Владимира Зеленского истощены. Польская фронта и бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемарск Шибчак суров, но справедлив. Украинцы движутся к поражению и это выбор Киева. А крики Зеленского «дайте, дайте, дайте» на мой взгляд не обоснованы, потому что мы им даем, а они все это очень активно транжирят. Немецкий тагишао, кстати, все ссылки на первоисточники доказывающие, что мы тут подавляем кремлевскую пропаганду у меня, как всегда, в описании к видео. Тагишао не даст соврать, цитирую фрицев. Главная проблема заключается скорее в нехватке личного состава, ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт и, вероятно, они не будут готовы до конца лета. Вот недовольный инвестор демократической независимой страной, что обещание воевать до последнего украинца не выполняется с требуемым рвением. Вашингтон пост цитирует внесенного в список террористов сенатора Лэнси Грэм, который искренне печется о том, чтобы на Украине было все без сучка и без задоринки. Цитирую благодетеля. Надеюсь, что те, кто подлежит призыву, пойдут служить в украинскую армию. Поверить не могу, что туда берут с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить и не только с 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в строю. Молодежь. Их до последнего берегли, потому что они не знают истину, в отличие от 40-летних, которые помнят, как было до того, как из Украины сделали антироссию. Но, видимо, дела настолько маячня, что приходится отдавать последнее. И вот уже вице-канцлер Германии Хабек отмечает финал пятилетнего правления карлика Белый нос словами о том, что счастливого конца на Украине не будет. А так все самоуверенно начиналось. Пять лет у власти закончились. Если культурно выражаться, то как-то так. Фиаско, братан. Эксперимент по выбору клоунов президента в отдельно взятой стране закончился полной катастрофой. А иначе, как понять, что Боррель, рука, на которую надели неряшливую зеленую петрушку и через это место кукловодит, весь стеснение говорит о том, что никакой привязанности к украинцам у господ нет. Ничего личного. Просто бизнес. Какой позор, когда о твоем народе высказываются с беспрецедентной степенью пренебрежения, а ты все равно продолжаешь раболепствовать, унижаться и уничтожать все, что было создано задолго до тебя и врать. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет победа. И еще немного юмора на тему Великая Украина. Скажем так, распределитель последующих оплат это Украина. Я на полном серьезе говорю, потому что Украина субъектна в этом вопросе как никогда. В полном объеме будет определять условия поствоенного мира, как бы сегодня кто-то там это не представлял иначе. Но если на полном серьезе, то тогда вопросов нет. Набережная Ялты не даст соврать. В очередной раз убеждаю, что чувства чести и стыда у этих людей нет. Демократия, она такая. А у нас в стране рабов скучно. Западу нужно сделать главное. Вспомнить великих Рональда Рейгана и Тэтчер и удавить Советский Советский Союз. Удавить Россию, видите, по Фрейду оговорка, удавить Россию экономической удавкой. Как только у них не будет бабок, так они приползут за ножками Буша сразу и будут говорить гласность, перестройка, демократия, чего изволите, как скажете. Все будем делать. Вот как только не будет бабок. Ну, вы уже знаете, болезненная проекция. Мы так красиво прыгать не умеем. Но вы великая страна. Сделайте просто автомобиль. Один из филиалов компании расположен в Москве в бизнес-центре. Все эти комбинации приборов, все эти изделия, которые здесь представлены, это полностью наша разработка. Значит, здесь у нас в Москве есть РНД-центр, здесь у нас происходит разработка, а уже производство направлено в зависимости от номенклатуры на ту или иную производственную площадку. Например, вот блок системы Эреглонас, это производство в Москве. А, например, какие-то мультиплексные системы управления, это в Костроме. Развиваем новые регионы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас турбомца и скалолаз, и футбол. Проводим турниры по волейболу. Здесь виды спорта. Это на столе, это ист, это борьба, это футбол, это клана, это фитнес. Это гимнастика оздоровительная. Когда школе это школе. Кстати, раз уж коснулись шефской помощи новым регионам от возглавляемого Ксении Шойгу фонда Орион, то надо сказать и о поддержке Амвросийского центра реабилитации, где сейчас восстанавливаются после ранений ветераны СВО, и о помощи детишкам с ограниченными возможностями. Зугресская специальная школа интернат номер 31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, получила от фонда различные инвентарь для хозяйственных нужд, технику для уборки, сантехнические принадлежности, садовые инструменты. Кроме того, воспитанникам привезли необходимую экипировку для частых поездок на выступления и конкурсы. Несмотря на сложную судьбу, дети регулярно занимают первые места и даже успешно представляют свою республику на всероссийских соревнованиях. Для тех, кто любит задавать глупые вопросы про то, чего это супердержава не делает своих суперкомпьютеров. Что они делают, скажите? Машины, чтобы газовые скважины бурить? Нет. Пылесосы? Ну, не выдерживают конкуренции. Телевизоры? Телевизоры не делают. Компьютеры не делают. В Московской области запущено новое производство ноутбуков, серверов и принтеров. Запустил его Холдинг F+, в деревне Валищево. Это городской округ Домодедово. Ежегодно на новой площадке будет производиться до 500 тысяч устройств, включая ноутбуки, серверы, принтеры, смартфоны и другое. Строим свои скоростные поезда. Составы «Ласточка» полностью произведены из российских компонентов и технологическая зависимость от Сименса сейчас преодолена. Скоростные «Ласточки» летят со скоростью 160 км в час в Смоленск, Брянск, Воронеж, Псков и Ростов. Стрижи мчатся 200 км в час в Нижний Новгород и Самару. Да и вообще наконец-то занимаемся тем, что давно надо было делать. Прекратить батрачить на Запад и работать на самих себя. А у меня на этом все. С вами была Катерина Лоренс. До новых встреч. Спасибо за поддержку и не забудьте подписаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова